Пресс-конференция Владимира Путина. Главное, что сказал президент. Российские компании выплатят рекордные дивиденды. Крупный бизнес предложили вывести из-под риска оперативной блокировки. Москва и Санкт-Петербург выбыли из топ-10 городов мира по росту цен на жилье. Власти Москвы выпустят на улице робота-собаку для поиска самостроев. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня финалем. Привет, последнюю неделю этого года. Давайте посмотрим, как у нас, что происходит на графиках. Российский фондовый рынок пошел в боковой тренд. Вошел и то небольшой плюс, то небольшой минус. Но последняя неделя в целом боковик. А вот Америка очередной рекорд. Индекс СНП все выше и выше. Нефть тоже подскочила. Доллару это не сильно помогло. Вернее рублю, доллар тоже в боковом тренде уже где-то 3 недели с начала декабря. Ну и биткоин аналогично движется в боковом тренде. Около 48 тысяч долларов без серьезных изменений. Коронавирус в России идет вниз. А вот в мире подходит к очередным рекордам и резкий скачок вверх заболеваемости. Президент России провел пресс-конференцию. Давайте разберем главное, что сказал президент. О влиянии пандемии на экономику. Путин отметил, что российская экономика справилась с шоком быстрее других стран. Спад экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих других экономиках мира. Это действительно так. Рост ВВП может составить 4,5%. Но это уже немножко нюанс низкой базы прошлого года. Потому что в прошлом году был провал. И поэтому это фактически отскок от этого провала. А темпы роста безработицы снизились до пандемийного уровня. Инфляция по итогам года будет ниже прогноза 8%, заявил президент. Хотя тут к 8% много вопросов. А реальные доходы россиян вырастут на 3,5%. Но это тоже не рост реальный, а рост после падения прошлого года. Недовольство повышением ключевой ставки. Путин на недовольство бизнеса по поводу повышения ключевой ставки ЦБ. Президент сказал, что если этого не делать, то у нас может быть ситуация как в Турции. Где идет колоссальная, просто безумная инфляция. Девальвация местной валюты, турецкой лиры. И в этом плане президент считает, что ЦБ действует правильно. И я скорее склонен с этим соглашаться. Потому что действительно необходимы меры по сдерживанию инфляции. Которая во всем мире очень и очень высокая сейчас. По поводу проблем Роснана с погашением облигаций. Президент сказал, что Роснана должно само разобраться со своими кредиторами и банками. Госгарантии есть и в общем Роснана должно совсем разобраться. Про ситуацию с коронавирусом. Президент нам напомнил, что у нас сейчас только 60% вакцинированных. Должно быть 80%. Этого надо достичь в первом полугодии 2022 года. Но при этом президент против введения принудительных мер вакцинации. Что это должно быть добровольно. И надо людям разъяснять преимущества вакцинации. А другие способы принудительные контрпродуктивны. По словам президента. По поводу развития России. Президент сказал, что надо развивать малые города и строительство дорог. Подчеркнул важность развития малых городов. Надо повышать связанность территорий. В частности, обещают достроить высокоскоростную ЖД-магистраль Москва-Петербург. Видимо помимо тех сапсанов, что есть сейчас. И когда стройка будет завершена, то авиация станет вообще на этих сообщениях неактуальной. Также готовится новая программа по расселению аварийного жилья. Надо вытащить людей из трущоб и проиндексировать пенсии согласно реальной инфляции, а не как заложено на 6%. Правда по реальной инфляции Росстата, а не по той, которую наблюдают на себе люди. Мишустин назвал инфляцию в России платой за открытую экономику. Ситуация остается нестабильной. Макроэкономические параметры, по которым живут правительства, нарушаются многими государствами. Другие страны проводят эмиссию, ну прежде всего камень в сторону Америки, Европы и некоторых других стран, которые печатают деньги. Обесцениваются на мировом рынке многие реальные товары, активы. Ну и это естественно докатывается до других стран, которые что-то импортируют. А поскольку так или иначе в России очень много что импортируется, то вместе с этим импортируется и инфляция, рост цен. Ну то есть мы действительно массу техники завозим, много чего на самом деле завозим на текущий момент. Российские компании выплатят рекордные квартальные дивиденды в 1 триллион рублей. По итогам третьего квартала они составят очень солидную величину на 50% выше, чем год назад. И в следующем году ожидаются в 22 году еще более высокие дивиденды. Но прежде всего это связано конечно с высокими ценами на, с очень высокими ценами на газ, с высокими ценами на металлы и достаточно высокими ценами на нефть. То есть все складывается в пользу дивидендных российских компаний в этом плане. Хотя есть минусы, это политическая напряженность, но и не только. Международные валютные резервы России побили рекорд. 626 миллиардов долларов накоплены международные резервы России, сообщил нам Центральный банк. И в общем-то все больше и больше накапливает страна запасы. С одной стороны как бы хочется порадоваться за страну и действительно это делает положение России очень стабильным. В плане стабильным, стабильно устойчивым в выполнении своих обязательств. Но всегда идут вопросы и очень много вопросов у экономистов, что почему эти деньги либо не пускаются обратно в экономику для развития, либо не оставляются людям, потому что доходы у населения сильно упали, цены выросли, а доходы практически не изменились. И зачем забирать все больше и больше? Но это вопросы, которые сложные и остаются пока без ответов четких. Чистая прибыль Газпрома в 2021 году достигнет исторического максимума. В Европе проблемы, у них просто бешеные цены на газ. И для Газпрома это естественно прекрасно. Ну и для акционеров Газпрома все ожидают очень хороших дивидендов. Крупный бизнес предложили вывести из-под риска оперативной блокировки. Налоговая служба получила сейчас доработан новый законопроект. Налоговая служба сможет оперативно блокировать имущество компаний и ИП. Если раньше они только по факту выездной проверки могли блокировать счета, то есть не заранее, то теперь они смогут заранее, как только у них грубо говоря есть подозрение в чем-то, то они смогут заранее заблокировать, чтобы ничего не вывели, как они объясняют это, чтобы, мол, деньги не выводили, пока мы там ищем махинации. Но предложили крупный бизнес с тех, кто платит более 2 миллиардов в год налогов, хотя бы их освободить от блокировок счетов. Потому что, конечно, со стороны бизнеса это очень большие вопросы, что налоговая, где-то кто-то что-то заподозрил или просто бестолковая ошибка, и бац, тебе заблокировали счета. С этим очень многие предприниматели сталкивались. И все, как бы у компании счета заблокированы, она не может платить зарплаты, не может рассчитываться с контрагентами. Это фактически приостановка деятельности на несколько месяцев. Для многих компаний это равно банкротству, потому что они не смогут рассчитываться, не смогут кому-то что-то оплатить, с ними перестанут работать. И действительно ли это необходимо, и так ли это нужно внедрять. Но налоговая сейчас на коне, они пробивают себе дорогу. Все больше и больше налогов, все больше и больше закручиваются гайки в плане взыскания этих налогов. Тикток обогнал Google и стал самым посещаемым интернет-ресурсом в мире. На первом месте TikTok, на втором Google, на третьем Facebook, четвертое место Microsoft, пятое Apple, Amazon шестой, Netflix седьмой, YouTube наш любимый с вами только на восьмом месте, затем Twitter, WhatsApp, а Instagram вообще покинул уже первую десятку. В прошлом году он был на девятом месте, так что фанаты Инстаграма, Instagram откатывается потихоньку в рейтингах. Москва и Санкт-Петербург. Вы были из топ-10 городов мира по росту цен на жилье. На первых местах Турция, но это прежде всего из-за обесценивания местной валюты, из-за инфляции дикой, которая у них. Дальше идет, дальше у нас идет Веллингтон, Феникс, еще некоторые, Турция идет. А Москва с пятого места откатилась на двадцатое место по итогам третьего квартала, а Питер с восьмого на пятнадцатую позицию. Причем в Питере рост цен выше, чем в Москве. Но речь только про крупные города. Правда, не указано, что именно считается крупными, потому что у нас, например, в Краснодаре рост цен более высокий, чем в Москве и Питере. Но тем не менее. Власти Москвы выпустят на улице робота-собаку для поиска самостроя. Робот-собака с GPS-модулем и камерам для онлайн-трансляции будет ходить по улицам Москвы и снимать на видео заданный маршрут и пытаться выявить нарушение. То есть будут искать, где, как, кто, что самозахватил у города, оттяпал какой-нибудь кусочек, снимать это и потом, соответственно, докладывать в госинспекцию и будут, видимо, штрафовать. Или, может быть, прям собака будет сама подходить ей, и отъедать какие-нибудь кусочки здания или кусать владельцев кафешек, которые самозахватом оттяпали себе кусочек наружной площади. Вот такие интересные новости у нас на конец этой недели. Всем удачных выходных, подготовки к Новому году. Но у нас еще будет пара выпусков на следующей неделе. Удачи! С вами был Николай Мрачковский. Друзья, некоторое время назад мы запустили инвестиционный клуб «Финанс-1» в онлайн-формате. Что это такое? Во-первых, это сообщество. Это возможность общаться с единомышленниками. Это возможность получать ответы на ваши вопросы. Это возможность учиться у ваших товарищей. Это обучающий курс, который я для вас подготовил. Он называется «Путь инвестора». Модульный курс, в котором мы последовательно проходим все основные инвестиционные инструменты, которые вам необходимы, начиная с самого фундамента, с АЗОВ. Это аналитика по фондовому рынку, который мы готовим еженедельно. Это ежемесячные обзоры инвестиционных трендов, которые делаю я по основным инвестиционным стратегиям. Это отдельный вебинар с ответами на ваши вопросы. Это также отзывы об основных инвестиционных стратегиях от реальных инвесторов, на которые можно опираться. Это закрытый чат, закрытое сообщество, где вы всегда можете задать какой-то вопрос, получить ответы. Ну и еще много всего интересного. Если актуально, посмотрите под видео ссылку, узнайте подробности и, возможно, решите к нам присоединиться. Жду вас.